Сейчас я включу связь, так, запись пошла, мы начинаем нашу сегодняшнюю с вами работу. Значит, вы знаете, так, шаг за шагом, изо дня в день, недели в неделю, с месяца в месяц, мы с вами подошли как раз к концу очередного 2016 года. Видите, здесь у нас внизу стоит цифра, цифра стоит очень такая, своеобразная, год уже почти оканчивается. На сегодняшний день очень хотелось бы сказать то, что сделано много, я почему нахожусь в режиме ревизии, что ли, или осмысливания всего года. Все члены правления Capital делали сегодня запись, каждый делал по-своему. Мне помогал сегодня в Эстонии делать Алексей Дьяков, спасибо ему, он здесь тоже у нас сегодня присутствует, он и сейчас мне помогает. помог с трансляцией вам видео, потому что у меня почему-то с кабинета не видно, когда я видео запускаю, но вот буду разбираться в неурочное время. Вот, и поэтому хотелось бы так вот, в таком режиме сегодня, или в таком тоне и начать нашу сегодняшнюю встречу. Год движется к концу, и просто повторюсь, что я не устану это повторять, что каждому из нас ежедневно Господь или Высшие Силы дают 24 часа. От нас зависит, насколько, как мы этим временем пользуемся. Итак, значит, здесь стоит Всемирная ассоциация инвесторов-предпринимателей Skyway, но тема не совсем такая, просто вебинар сегодня 22 числа, и сегодня хотелось бы поговорить с вами на ответы на вопросы. Вопросов много. Звук фонит, Людмила, да? Ну, что сделать? Алё, так, сейчас я посмотрю, может быть, я меньше сделаю звук. Я удалюсь, чуть не должно фонить. Это вам надо там как-то регулировать, наверное. Как сейчас меня слышно? Алё, алё, алё. Так, что там такое? Давайте попробуем. Афон и звук. Что-то у нас с этим не получается здесь. Да нет, вроде должно быть всё нормально. И быть нормально всё. Ладно, не будем отвлекаться. Значит, и таким образом начнём с вопросов-ответов. Я просто для начала ещё раз… Нет, не буду для начала. Пойдёмте дальше. Значит, к этому придём обратно. Вы знаете, вот вопросы, они повторяются. Но поскольку если они повторяются, то придётся и мне его повторять. Это не значит, что все те, кто ходят сюда на вебинар, именно их интересуют именно эти вопросы. Но, тем не менее, постоянно задают… Кстати, вы знаете, что самое интересное? То, что многие говорят, что у нас не акция, а вообще доли какие-то. Я не знаю, откуда это берётся. Доля – это значит, что это от чего-то какая-то часть, да? И долями называются в боевых товариществах их доли участия. Потому что там нет ничего другого. Там доля. Доля у одного – это 5%, у другого – 10%, у третьего – там 1%, у кого-то – 25%. Доля участия в боевом или же в каком-то другом таком, где нет акций. А у нас акционерное общество, у нас акции, поэтому… Может, путаются с платформой Symex, не знаю, что они там путают, но путают. И поэтому какая стоимость одной акции? Одна стоимость одной акции, есть номинальная стоимость. Надо здесь тогда говорить или разречать, о чём мы говорим. Потому что иногда человек говорит, представляя себе, что он представляет стоимость акции, за что он её купил или за что продал, вообще не представляя того, что он и не покупал её, и продать ещё не может. Вот. А называть стоимостью то, за какой эквивалент он её приобрёл. То есть, там, допустим, ну, называют такую цену, когда он там какой-то расчёт проводит. То есть, фактическая номинальная, у акций есть номинальная стоимость. И номинальная стоимость акции – 1 доллар. Она неизменна. Рыночная стоимость может быть выше, ниже доллара. Номинальная стоимость – 1 доллар. Это надо помнить. А стоимость акции, поскольку у нас нет, как бы, купли-продажи акций, то трудно говорить о стоимости акции, о ценности акций можно говорить. Условно можно сказать, так называемую, расчётную стоимость акций. И расчётной стоимостью акций является то, значит, когда мы сравниваем сумму, за которую мы приобрели пакет акций, и делим эту сумму на количество акций, которые в этом пакете находились. Тогда мы получаем, как бы, так называемую ценностность, выраженную, или, ну да, ценностность акций, выраженную в денежных единицах. Можно назвать в какой-то степени стоимостью. Но просто, как только мы говорим стоимостью, значит, что существует сделка купли-продажи. У нас такого нет. Что такое дисконт и от чего он зависит? Значит, смотрите, я уже пролил свет в предыдущем ответе на этот вопрос. Дисконт – что это такое? Это так называемое, можно, есть длинное название, но фактически, своими словами говоря, это можно сказать так, что дисконт – это есть отношение номинальной стоимости акций к количеству акций, которые на номинальную стоимость или на одну акцию приходится. Можно сказать так, что к номинальной стоимости или к одной акции. Одна акция и сколько, вернее, инвестиция в один доллар и сколько к этому приходится акций. Правильно так, я немножко запутал вас, извиняюсь. Вот, то есть 1 к 100 – это значит, на примере очень хорошо видно, что 1 к 100 – это значит, что за один инвестированный доллар у меня есть возможность стать владельцем 100 акций. Вот что такое дисконт. От чего он зависит? В первую очередь дисконт зависит от расчетов, которые были сделаны в бизнес-плане построения экотехнопарка. Бизнес-план строительства экотехнопарка выявил, что стоимость всего проекта была на момент расчета и его составления, проектного составления, была 300 миллионов долларов. И таким образом было посчитано, что впереди 15 этапов, это первый параметр. Второй параметр – то, сколько месяцев посчитали, использовали этот параметр. Я сейчас всех нюансов расчета не буду говорить, просто рассказываю из факторов, из которых зависит дисконт. Затем было посчитано, каково количество тех акций той акционерной компании, в данном случае это Евразия, НРЭС, КВС, Финсфолдинг, акции, которые будут участвовать в процессе залога, в процессе, на стартовом этапе тут нечего скрывать, была все-таки продажа, купля-продажа акций. То есть реализация каких-то акций и получение инвестиций. Это все рассчитывалось с этапа на этап, и от этого это зависело. Причем зависело еще и то, оно зависит, дисконт еще зависит от того, это расчетный дисконт, которые были присвоены на этапах. Но в процессе они еще зависят от того, как идет сам процесс, как складывается ситуация именно с ходом выполнения графика работы. Но это уже более такая тонкая, тонкие расчеты. Но в основном это зависит от того, на каком этапе мы находимся и какой был запланирован дисконт. Какой акционерный капитал компании, акций, которые являются залогом под мои инвестиции, и что он из себя представляет? Ну, это вы знаете, да, что я сейчас посмотрю, здесь у меня есть, по-моему, есть. Значит, смотрите, вот акционерный капитал, это 60 миллиардов долларов. Это так называемая величина акционерного капитала. Там стоит вопрос, что акции, так, это капитал компании, это Евразия на Рейлске Вейс Систем Сходу. Акции, который залог, и что он из себя представляет? И представляет он из себя, акционерный капитал, он представляет из себя 15% B акций компании Global Transport Investment. Это имущество компании Евразия на Рейлске Вейс Систем Сходу, который в него вложила при регистрации материнская компания Global Transport Investment. Понятно. Так, идем дальше. Кто учредил компанию и внес акционерный капитал? Ну, вот я уже на этот вопрос тоже ответил, потому что бегу впереди паровоза. Вот. Как идут, куда идут средства инвестиций, какая имеется отчетность? Ну, ясно, потому что повторяем мы постоянно, что средства идут на, инвестиции идут на строительство экотехнопарка. Но, понимаете, ведь это обобщенно или волеобщее понятие, что да, все идет в экотехнопарк. Но фактически куда идут средства? Они идут и в создании каких-то объектов экотехнопарка, это и в создании того, значит, массива озеленения, которое там уже существует и которое там будет существовать. это вся инфраструктура экотехнопарка, начиная от электрификации, это дорожки, это прокладка всех трасс, которые там прокладываются, это ограда интеллектуальная там. Вот. Большинство из этих объектов, куда идет, или предметов инвестиций, они являются и могут быть одновременно и объектами инвестиций. Здесь я воспользуюсь этим вопросом и, значит, хочу сказать следующее, что сейчас готовится опять, уже было в прошлом году, или, извиняюсь, в этом году, но нет, в этом уже в прошлом году было, когда была возможность, а эта возможность в РСВ никогда не пропадала, инвестировать в конкретные объекты, в Юнибус, в Юнибайк, в Опору, там, я не знаю, там во что-то, а, трансформаторную подстанцию можно было проинвестировать, кстати, один человек и проинвестировал, не полностью силовую подстанцию выкупил, но какую-то большую ее долю, ну, что движет человеком? Движет то, что он, ну, по крайней мере, может сказать, что я не просто куда-то вот сюда в ЭКО-технопарк инвестировал, а инвестировал конкретно в эту будку, условно говоря, да, вот, и там будет этикетка, что там, Иванов проинвестировал в эту трансформаторную подстанцию. Но я думаю, дорогие друзья, так, что будет то время, когда имена всех инвесторов будут презентованы в экотехнопарке. Как это будет сделано, я сегодня не знаю, но средства этого и сейчас имеются, и электронные, вы знаете, с каждым днем электронные возможности постоянно прибывают, и там все это возможно будет, что все наши имена можно будет, каждый сможет найти свое имя где-то там. Так что, таким образом, еще куда идут инвестиции. Смотрите, такая сфера, о которой мы мало говорим, мы просто подразумеваем, а иногда даже и не подразумеваем, когда приходится говорить, что, дорогие друзья, приходится еще что-то держать и конструкторское бюро, потому что о каких мы инвестируем, о какой сертификации мы будем говорить, о какой мы будем говорить в будущем строительстве экотехнопарка, если у нас нет мощного конструкторского бюро, которое сегодня готовит, подготавливает всю документацию для сертификации, затем вносит определенные поправки, изменения, дополнения по процессу, по результатам процесса сертификации, да, и в конечном итоге начинает и подготавливает так называемую выходную или исходную документацию, которая является документацией, которая будет ну как бы передаваться в следующие будущие проекты строительства по этой технологии. То есть, это конструкторское бюро, это мощная работа, причем вы уже знаете, да, что там работает множество отделов, я сейчас чуть не сказал цифру, побоялся, что там она меняется. Есть пять направлений, 15 разделов или отделов, или, ну, групп так называемых работают над своими задачами, 15. Эта цифра может быть уже не совсем свежей, не совсем правильной, но тем не менее она отражает более-менее тот уровень или тот объем, с которым приходится работать КБ. Вот. Это работа и с теми будущими адресными проектами, с которыми КБ работает. Если с этим не заниматься сегодня, с другой стороны, каким боком она связана с такими снопарками? Сильно никак. А с другой стороны, опять-таки, нельзя сказать, что они не связаны. Связаны потому, что благодаря этой работе идет накапливание опыта, подготовка к будущим адресным проектам, к их управлению этими проектами. Наиболее как бы интенсивная работа сейчас ведется с австралийским проектом, проектами уже можно сказать так. Вот. И поэтому это все работа, и это все осуществляется за счет инвестиций, которые как бы вот мы вносим, кто вносит. Так что вот таковы, значит, и какая имеется отчетность. Отчетность, дорогие друзья, следующая, что проводятся аудиты. Аудит, представляется постоянная информация нам в сайте, в личном кабинете инвесторов, где есть информация. Вот. Здесь можно говорить о том, что могла бы быть информация, где очень четко сказано, что вот 50% ушло туда, на 10% в этот объект. Мы взвешивали этот вопрос. И вы понимаете, Экотехнопарк не является таким объектом, где можно очень четко вводить указ, и говорить, ага, сюда ушло столько-то, сюда ушло столько-то, сюда ушло. Это можно и нужно делать. В конечном итоге бухгалтерия все делает. Но вы понимаете, что как бы это ничего нам не даст, если мы будем буква в букву гоняться за точной точкой инвестиции. Нас с вами больше интересует результат. А результатом является то, что осуществляется и идет, соблюдается, в основном соблюдается график выполнения работ согласно этапа, в данном случае восьмого этапа плана, бизнес-плана строительства Экотехнопарка. И для нас это очень важно. Есть вещи, которые намного опережаются. Я приведу просто такой пример, который сейчас пришел на ум, что когда, об этом уже рассказывалось, что когда у Виктора Бабурина спрашивали, а как долго вы готовили вот этот промышленный, вернее, просто образец. Никто не может понять, что это промышленный образец Юнибус и Юнибай, которые были представлены на Инотрансе 2016 в Берлине. Вот. И когда этот вопрос задавался, то, значит, Бабурин говорит, приходилось всегда лукавить. И лукавить в нашем понимании, в хорошем смысле этого слова, потому что скажи он кому-то, что Юнибус и Юнибай были сделаны менее чем за пять месяцев, ему бы сказали, уважаемый господин, вы, значит, нас обманываете. И он говорил, это год, хотя это тоже было мало, потому что от полутора до двух с половиной лет уходит примерно вот на такие объекты, на их, как бы, ну, завершение. Но вопрос в том, что да, действительно, у нас на это ушло меньше времени, но никто сильно не учитывал то время, пока велась подготовительная работа, понимаете. Поэтому, ну, скажем так, но тем не менее, все было сделано значительно быстрее. И это факт. Так что, вот, таковы мои комментарии, значит, и как имеется, какая имеется отчетность. Ну, успеете ли вы вовремя, вот хороший вопрос, успеете ли вы вовремя завершить этапы строительства? Да, планируем, и, скажем, время покажет, успеем или не успеем завершать этапы строительства. По крайней мере, сейчас на восьмом этапе находимся почти в графике. Там есть работы, которые пока отстают еще от графика. Вот, но тем не менее, значит, придется, если надо будет продвинуть один месяц там или какой-то там пару недель. Вот. Есть еще другие какие-то критерии, по которым, как бы, ну, приходится вот это дело отслеживать. И поэтому вовремя, естественно, значит, в 2017 году все этапы строительства будут завершены. Другой вопрос, будет ли это в мае, будет ли это в июне, июле, августе, может быть, в сентябре. Но вот в этот период это в любом случае завершится. А Анатолий Эдуардович зачастую не исключает, говорит, а может быть, все основные работы удастся сделать уже к экофесту, который будет, по всей вероятности, в первой половине мая следующего года. Или, по крайней мере, конец апреля, начало мая, скажем так. Я не уполномочен пока об этом говорить. И суть сейчас не в этом гоняться за тем, какой будет день именно экофеста в Марьиной Горке. Хотя планировать уже было бы неплохо, если это планировать. Но, скажем так, что в любом случае с завершением этапа, с завершением этапа, об этом восьмого этапа будет четко сказано, когда будет экофест. Это я вам могу сказать точно. Дальше. Есть ли гарантии того, что проект завершится успехом? Да, друзья, гарантии очень большие. Значит, традиционно, каков основной ответ? Дело в том, что вы понимаете, ведь неуспех – это значит провал, скажем так. Такого чуть-чуть успеха не бывает. Поэтому нету ничего в технологии SkyWay такого, в отличие от таких как бы других систем, как, ну, например, самолетостроение, там новый самолет запустить. Там надо поднять на воздух такую массу, как бы, металла, всего, что там есть, пластмассы, людей, грузов, топлива, естественно. Вот. И я до сих пор не понимаю вообще, как самолеты поднимаются. Ну, по всей вероятности, не знаю законов аэродинамики. Вот. Но, тем не менее, там все значительно сложнее. Как говорит представитель конструкторства, герой сам Анатолий Эдуардович, что, ну, что такого очень сложного есть у нас. Мы практически применили, а гений как раз всего этого проекта и состоит в том, что он является как бы неким, некой конструкцией существовавших ранее элементов, но они применены к новой технологии транспорта, транспортной технологии. Взято что-то из маслостроения и с скажем, построения каких-то конструкций железобетонных, те же самых, да, действительно, мостовых. Там есть и вантовые, есть и железобетонные конструкции, которые тоже находятся под напряжением, напряжены, силовое напряжение имеется в виду, не электрическое, да. Вот. И так далее. Рельс, обычный рельс, но он полый и заполненный струнными, струнной конструкцией и залит, опять-таки, своеобразным бетоном пластичным, можно так назвать его. Таким образом здесь, ну, как бы, ну, что тут? Ну, не так залили. Например, когда я спросил у специалистов, что, значит, ну, почему там или что там связано с тем, что, извиняюсь, рельс был полый, пустой, скажем так, при первом запуске. Дело в том, что не имело смысла начинать его просто для того заполнять, чтобы он был заполненный, потому что температурные условия были не совсем, как бы, ну, не совсем, они просто не соответствовали и могли быть сбои. То есть, невозможно было выдержать все режимы. Кто-то скажет, ну, как так, но мы делаем эко-технопарк и вдруг невозможно выдержать. Да, дорогие друзья, дело в том, что там все делается первый раз. И вы понимаете, что такое первый раз печь пирог, первый раз, даже пирог, даже первый раз печь блины, хотя, казалось бы, по имеющейся технологии, да, и тем не менее бывает комы. Поэтому здесь воздержались от такой, как бы, ну, компанейщины, от потемкинщины, а был полый, и он тоже прекрасно даже показал, и потом Юницкий очень гениально сказал, что да, дети, вы же видите, даже не наполнен, даже струна не работает, конструкция держит Unibike. Да? Это показало то, что конструкция имеет очень большой запас. Поэтому трудно здесь сказать, и длинно, может быть, отвечаю, но смотрите, гарантии есть то, что технология работает, что она состоит из элементов, которые уже, детали этих элементов сами сертифицированы, надо только и в соответствующей компоновке сертифицировать, вот и все. И поэтому успех абсолютно здесь, он, это является гарантией успеха вот в этом проекте. Вот такой ответ. Значит, так, что-то тут появилось, может путать платформы, ага, было так, для доля идет на Суходоева. Суходоева, кто такой Суходоев? А, на нашу, какая доля? Доля, никакой доли не идет туда, дорогие друзья. Это не о той доле говорит Владимир Куракин. Всем доброго времени суток, да. Будут меняться каждые 2-3 недели. Марина Часова. Нет, вы знаете, ничего это не значит, ведь нельзя воспринимать всю информацию один к одному. Мы все художники, и поэтому, когда вот кто-то такой мазок сделал, да, я, например, сейчас, я, по крайней мере, себя чувствую художником, потому что я во многих, не во многих, а есть моменты, когда я импровизирую, прикидываю сам, да, точно не зная, вот, просто зная процессы, как они продвигаются, и поэтому я нанес мазок, сказал, она примерно так будет. Может быть, она будет больше голубого оттенка, может быть, более фиолетового оттенка, понятно такая аналогия. Поэтому 2 недели, 3 недели нет. Почему? Значит, этапы, хотя, в принципе, может быть и такой момент, когда, да, действительно, 3-4 недели может смениться этап. Потому что я вам точно говорю, что мы сейчас находимся на такой стадии, это 8-й, 9-й и 10-й этап, которые должны бы достаточно быстро пройти. И если сегодня еще не появилось, то буквально вот-вот-вот появится. Я вчера Сергею Сибирякову задавал вопрос, он участвовал там в одной встрече, вот, он мне сказал так, что, Володя, значит, вот по всей вероятности на днях мы услышим определенную важную информацию. И насколько я знаю, что за этим могло стоять, то это связано, дорогие друзья, в первую очередь будет именно с тем, насколько близок переход к следующим этапам. До Экофеста кто-то посчитал 16 недель, немножко маловато получается. Это январь, февраль, марта. Да, да, правильно, 16 недель. Видите, не так уж и далеко. Экофест, дорогие друзья, всего лишь, Марина, 16 недель. И 7 этапов осталось до конца. Видите, как хорошо считается в Рождество, причем праздник, который со вчера на сегодня был праздник ели, то есть так называемого равноденствия зимнего или солнцестояния, или как его там называют. Вот. Кстати, разные вещи надо планировать, загадывать, заказывать. Владимир Иванович, дайте, пожалуйста, ссылку на форум инициацию адресных проектов. Сергей. Такая форма, такой ссылки нету. Я просто могу ее выслать вам. Я ее не выставлял, нигде особого к ней рвения к этой ссылке не было. Если это нужно, значит, вы на мой задайте этот вопрос в целевых проектах. Вот. Или же, если у вас есть, то прямо мне на скайп, задайте, я вам пришлю. Пришлите свою почту. Так, внутренняя биржа будет. Так, 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 ну, можно будет продать. Ага. Значит, Баяна или кто там у нас, ну, в общем, кто задает вопрос. Значит, вы понимаете, внутренняя биржа, скорее всего, будет. Вопрос только в том, когда она будет. Она может достаточно тоже, ну, быстро прийти. В этом есть смысл. Я на нескольких вебинарах и на форумах об этом говорил. Сейчас не буду просто повторяться, потому что у нас тут не так уж и много времени. Просто отвечу на ваш вопрос, что да, она, скорее всего, будет. В ней есть смысл. То по какой цене можно будет продать часть акций? Вы знаете, вот это такой вопрос, о котором я сейчас вам постараюсь сказать. Посмотрю, здесь у нас есть. Я на одном вебинаре, это на прошлом показывал. Сейчас я посмотрю, что у меня здесь есть по этому поводу. Так, 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 так. Так, 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 вот. Нет, так и даже надеюсь. Смотрите, что касается вашего вопроса. Фактически о стоимости акций на внутренней бирже здесь рассказ. Смотрите, я вам сейчас быстро тогда дам комментарий по этому поводу. Какова может быть стоимость? Смотрите, пятый этап. Вот он, пятый этап. Если мы посмотрим, какой здесь был дисконт, по которому можно было приобрести вот за две с половиной тысячи долларов, можно было стать владельцем пакета акций полтора миллиона. Это говорит о том, что приобреталась или так называемая расчетная стоимость одной конкретной акции отсюда. Вернее, извиняюсь, 100 тысяч акций. Если мы теперь посмотрим, что на восьмом этапе та же самая 100 тысяч акций уже стоимость была 466. Теперь, скорее всего, исходя из этой логики, дома посидите, подумайте. Я делаю вывод, что, например, на девятом этапе имеет смысл на девятом этапе. Здесь еще не очень, да? А на девятом этапе уже имеет смысл. То есть на следующем этапе на бирже, значит, если кто-то, вы, я, неважно кто, выставит или биржа поставит, в данном случае, извиняюсь, биржа, не кто-то. Мы сами не можем ставить, это я лукавлю сейчас. Завожу вас в тупик. Вернее, не в тупик, а обманываю, мягко выражаю. Если биржа выставит, значит, акции, что она готова 100 тысяч акций, за них отдать 400 долларов, да? То имеет смысл уже вот здесь, видите, уже отсюда сколько-то это продавать. За тысячу. Тогда отсюда можете рассчитать на 100 тысяч, сколько приходится на одну стоимость одной акции. Она не может быть выше, чем здесь, понимаете? То есть у нас является, можете посмотреть, каковы дисконты. Вот он, дисконт на девятом этапе. Сколько по такому дисконту обретения акции возможно? Какова стоимость этого пакета, да? Или так называемая, да, его стоимость. И отсюда мы можем сказать, что зачем я пойду дороже покупать на бирже, если в личном кабинете я могу купить, допустим, вот по такой не купить, а проинвестировать и стать владельцем акции вот по такой цене. Понятно, да? Вот отсюда надо и рассчитывать, какова стоимость может быть на какой, то есть с какой стоимостью биржа будет скупать акции. А уже скупать имеет смысл компании, потому что скупленные эти акции по цене, она отдает по такой цене, а скупает подешевле. То есть у компании будет появляться смысл бизнеса. Покупать уже акции, которые были, которые кто-то хочет как бы сбросить в данном случае по более дешевой цене. на форму инициации адресных проектов. Спасибо, Алексей. Так, понятно, да? Давайте уйдем отсюда. Так, что у нас там еще было? Ничего не понимаю в этих акциях биржах, но у меня вот какой вопрос. В чем ценность акции? Ильдар, значит, не забивайте себе голову, вы правильно задаете вопрос. В чем ценность акции? Смотрите, хороший вопрос. Ценность акции вот в чем. За этими акциями, вот она, видите, здесь. За этими акциями вы инвестируете, инвестируете, и у вас какая-то куча акций, пакет акций. Вы инвестируете не в акции, а да, можно сказать, что в акции. Фактически акции являются отражением того, что делается в экотехнопарке. То есть эти акции являются залогом тем суммам, которые идут в экотехнопарк. За экотехнопарком стоит технология Skyway. Все это осуществляется за эти акции. И теперь стоимость или какая выгода тому, кто имеет, если правильно ответить на вас вопрос, то выгода в следующем. Первая выгода это то, что есть неизбежный вариант в будущем, что стоимость или возможность продать на биржу будет эти акции по стоимости выше номинальной. Номинальная стоимость 1 доллар, и эта выгода абсолютно реальная. Она придет, придет в свое время. Ее условием является то, что идут уже строительные проекты и имеется биржа. А коротко говоря, отвечая на ваш вопрос, то, что акцию можно продать дороже номинальной стоимости. И уже точно дороже, если рассчитывать расчетной стоимости, по которой вы ее приобрели. Смотрите, с какой вы стоимостью сейчас их приобретаете. На этом этапе за 1 инвестированный доллар приобретало 600 акций. А стоимость одной акции номинальная 1 доллар. То есть 1 доллар к 600 долларам. Давали 1, получали возможность в будущем получить 600 долларов. Это понятно, Ильдар? На девятом этапе это уже 185 только долларов. Но тем не менее выгодно. И если будет на пятнадцатом этапе 1 инвести, все равно будет выгодно. Понятно. Это первая выгода. Вторая выгода, что все те акции, которые вы приобрели, полтора миллиона, миллион двести, сто тысяч, неважно сколько, они будут, каждая акция будет получать дивиденды. Это вторая выгода. Есть третья, есть четвертая выгода. Ну, уже хватит даже этих двух выгод сейчас, чтобы не вдаваться в более глубокие подробности. Понятно, да, Станислав? А, Ильдар? А, это Ильдару задавали. А, да-да, вот так. А, я уже запутался. Значит, Станислав, подвлечем ценность акций. Да, правильно. Да, в данном случае, в нашем случае, Станислав правильно ответил вам, Ильдар, что в нашем случае ценность акций с каждым будущим строительным проектом строительство трассы будет повышаться все больше и больше. Потому что что от этого зависит? От этого зависит, что, ага, те, кто придут на биржу и будут смотреть на наши акции, скажут, да, это акции такой компании, которая строит по всему миру. Она востребована. Смотрите, какие у нее заказы годовые, да? Вот. И, во-вторых, а смотрите, как хорошо эта трасса, как эти технологии работают и так далее. То есть и акции, стоимость на бирже. И если идут проекты, то это значит, есть прибыль у этих проектов. А прибыль, она является основой для получения дивидендов. То есть все между собой взаимосвязано. Спасибо, Станислав, за хороший вот этот, как бы, комментарий. А, спасибо за напоминалку по Европе. Расскажу про поездку по Европе. Значит, вы знаете, что я хотел сказать. Европа затихарилась, в хорошем смысле этого слова. Они присматриваются. Ну, немцы, я там немного по Европе ездил. Я был в основном в Германии, в Штутгарте и в Вене. Вот. Ну, вы знаете, что в Европе и в Австрии, о господи, в Германии и в Австрии, достаточно хорошо налажены транспортные структуры. Но это железнодорожный транспорт, метро. Вот. И тут же все кончается. Потому что дороги забиты. Были проблемы, когда ехали в Штутгарте из аэропорта пару раз. Значит, там надо было в маленький городок переехать в один. Забита дорога, стоят фуры, не съехать, не въехать. Было, в одном месте была авария. То же самое в Австрии. Вот. Но интересно то, что они готовы. И у людей, которые там уже занимаются в Skyway, являются акционерами, есть идеи. Они не совсем все еще понимают. Но ничего страшного, ведь все начинается кто. Много мы понимали в мобильных телефонах. Многие или есть люди, которые сегодня мобильных телефонов боятся. Точно так будет с нашими проектами. Поэтому есть интерес. Люди знакомятся. Мне задавалось много вопросов. Хороших вопросов. Немцы задавали, когда в Штутгарте была презентация. И маленькая такая разборка одного проекта была потом с людьми. Вот. Так что. Ну вот, может быть, столько. Сейчас я более подробно уже и не буду. Я не помню, с чем-то я хотел вам это рассказать. Основной вывод, Станислав, это то, что потенциал есть, ждут все именно, ждут сертификации, завершения определенной сертификации. Вот. И нарастает потенциал. Единственное, что, ну вот просто здесь мы у нас как бы, мы среди, среди как бы коллег, немцы, австрийцы говорят, что, ну это естественно, это и мы можем сказать, что желательно, чтобы наша как бы финансопроводящая система лучше работала, потому что по России это проще, а вот в Европе не так просто. Дорого пользоваться кредитными карточками, не доверяют в определенные слои, не доверяют там. И хорошо срабатывают с биткоином, там тоже есть нюансы. Вот. И адвент кэш тоже не работает. Для них это тоже недостаточно удобная система. Вот. Они как раз просили, чтобы были налажены более удобные системы. Вот. Ну, что естественно, чем капитал и работает. Что еще? Обмен информацией. Понимаете, да, что они большинство немецкоговорящие, хотя там много и выходцев из бывшего Советского Союза, из Казахстана, там, с Центрального по Волжье, России, с Дальнего Востока были люди. Вот. Но они говорят так, что они уже адаптировались. Вот. Но что самое интересное, в одном разговоре человек сказал, я уже подумал о том, как бы не вернуться ли мне в Россию. Я спросил, а причина какая? Он говорит, да, разные. Тут говорит, я прогнозирую, что жизнь у них тут будет, скажем так, благодаря вот этим всем иммигрантам все больше и больше, как кисель водой разбавляться. Ну, за что купил, за то продал, что человек сказал, что я вам передал. Как летний маленький. Только про Европу так. Расскажите нового о том, есть ли документ защищающий инвестора, который не оформляет сертификат акции, а хочет остаться инвестором. Нет такого, нет такого документа, Светлана Молдова. Почему? Я не понимаю вашей логики. Значит, я вот сейчас посмотрю с другой стороны. Немного о том, есть ли документ защищающий инвестора, который не оформляет сертификат акции, а хочет остаться инвестором и получить обратно за... А, да, конечно есть. Да, 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 я не понял, извините. Это и есть документ, это и есть договор основной. Ведь, понимаете, вы рассказываете о том, что есть два пути. Да, есть, есть такой, это есть основный документ. В нем, вот я сейчас вам покажу. Хорошо, что вы задали вопрос, спасибо. Значит, смотрите, сейчас я приду здесь обратно. Вот, видите, я как раз открыл. Вы проинвестировали, да, всю сумму по рассрочке или сразу оплатили инвестицию, да, и у вас появляется такое окно. Вот договор. Был договор большой, его нету здесь, да. Это, это есть требование приложения того договора. Большого договора инвестиции, дорога, договора о инвестиции с обеспечением. Вот этот договор является основой. И вы выбираете здесь подписать требование, забрать сразу залог или отложить его. Ставите на отложить, сидите ждете. Пока сидите, столько и ждете. У вас этот документ есть, у вас есть залог и все. Но, значит, по секрету могу вам сказать, что выгода-то какая сидеть. Просто я такой упертый, хочу посмотреть, что произойдет в конце. Да, можно, можно посмотреть. Но расчеты показывают, что выгоднее. Вы посмотрите, вы просидите 4 года. Сегодня у нас 2016 год. К 2020 году я вам гарантирую, что уже мы будем получать небольшие дивиденды, но будем получать. Но точно что я вам гарантирую, стоимость акций будет близка, выше, а я так полагаю, что даже выше уже номинальной стоимости акций. Вот вы и прикиньте, что выгоднее. Выгоднее вам оставить проинвестированные 100 долларов и получить их в 2020 году. А вы знаете, уважаемая, значит, что какова будет вообще стоимость или каковы будут доллары в 2020 году. А если у вас было на 100 или, скажем, пропорции или эквивалент вашей инвестиции 100 долларов, был там, допустим, я не знаю, там, ну хотя бы даже 30 тысяч акций, да, или там меньше, меньше там, 10 тысяч акций, пардон, это 1 к 100, да, то уже это что-то другое, понимаете, то они есть. И их номинальная стоимость будет 1 доллар, но новый доллар. А ваши старые доллары как были, так и есть. Ну да, хорошо, вам вернут старые 100 долларов, значит, но это совсем другое. И процент, я извиняюсь, там будет несколько иной, потому что не в договоре, значит, там сказано, что это от прибыли, от прибыли компании к тому времени процент. 3-4 процента на ваши акции. 3-4 процента. А я гарантирую, что, почему компания может это, на 100 долларов вы получите 3-4 процента. 3-4 доллара. А дивидендов вы получили бы на 10 тысяч долларов. Там, правда, дивиденд процент будет меньше, но я так думаю, что если мы сейчас посчитали немножко, то дивиденды были бы больше, чем 3-4 доллара. Так что тут просто надо думать, включать свою, ну, как бы думалку, советоваться и так далее. Дьяков. Сергей, не знаю, у меня открывается доступ к свободной. Так, ссылка у меня ничего не открывается. Так, Светлана. Какие у нас акции? Любовь. А что вы имеете в виду, как какие? У нас простые акции компании Евразия, НРЭЛ, Скавей, Систем Холдинг. Я говорил, одна акция по номинальной стоимости 1 доллар. Так, могу я приехать в Акакиснопарк? Санат. Просто как частное лицо посмотреть, поснимать или даже прокатиться на Акакас. Если да, то приеду весной с сыном, возможно. Значит, Санат, уважаемые. Вы смотрите, значит, в принципе, теоретически вы это можете сделать, но боюсь, что вы туда не попадете. Потому что, если вы приедете на Экофест, значит, во-первых, идет сертификация и на Экофест будет возможность поучаствовать. Сегодня даже, ну, как бы, стоим перед противоречием. Идет дискуссия. Допустить ли всех, кто приедут на Экофест весной, есть, как бы, мнение, что, ну, как не допустить людей. Может затянуться этот процесс, потому что тысячи людей приедут, да. Теперь я полагаю, что вы, Танат, говорите о том, что приехать в какое-то другое время. Если вы просто так приедете, вас не пустят туда. Это закрытый объект, объект, где отрабатывается технология, да. Надо просто, значит, записаться там, оповестить, что вы хотите приехать. И тогда вам дадут ответ, что можно ли, когда можно приехать и так далее. То есть, это становится все сложнее и сложнее, дорогие друзья. Это не так просто, что я так, хоп, вздумал, ай, давай-ка я с детьми поеду и покатаюсь там. И те, кто на Экофест приедут, тоже не все покатаются. Потому что это физически невозможно будет сделать. Вот мы нарушим режим сертификации, будут какие-то определенные критерии, кто смогут покататься. Это мое мнение. Пока это не официальное мнение, дорогие друзья. Но вот на сегодняшний день, вот если бы от меня зависело, я бы, ну, я не видел бы возможности, что все там тысячи человек смогут покатиться. так. Да, есть такие клиенты, вопросы от них. Ну да, все, я понял. Спасибо, спасибо, да, да. Я не сразу врубил, Степлана, извините. Елена, я хочу получить дивиденды, ну, и возможно продать один из пакетов лет так через... Отлично! Это документ или отложить? Конечно, подписать. Абсолютно. Елена, вот этот документ, вы имеете в виду этот документ? Конечно, подписать. Я вот, я даже не задумывался. Ну, немножко подумал, конечно, в начале. Естественно, конечно, надо подписывать. Не надо откладывать. Зачем? Это же вы знаете, скажем так, это равносильно тому, что вы бы, или кто-то у меня спросил бы, что, слушай, Владимир, скажи, пожалуйста, вот я дал Иванову деньги, да, вот, не знаю, какова стоимость этих денег будет через пять лет, да, но топор мне уже сегодня, а он мне дал в залог топор. Топор отличный, он какой-то электрический, специальный топор, да, и он мне сегодня нужен, через пять лет нужен будет, да, условно говоря, может быть, не совсем хороший, но наглядный, на мой взгляд, по крайней мере, по моей соображалке, что это достаточно хороший пример. Вот. Брать мне этот топор или сидеть, ждать пять лет, когда он мне вернется эти сто долларов. Я бы точно взял топор, по крайней мере, перепродал бы их, вот, понимаете, да, то есть в данном случае или акции продал бы, или еще что-то. Уже за это время они однозначно будут дороже, чем то, каково было на момент нашей сделки. Так, что там у нас дальше еще есть, о, у нас тут идет, ага, Лена, подписать. Правильно, спасибо, я не видел, уже есть, я тут, вы меня опередили. Будем ждать, экофест, будем, да, этот, ага, в восемнадцати граммах, а, в восемнадцатом году, ага, дивидендов еще не будет, Баяна. Значит, что считать, вот, что вы, Баяна, под дивидендами имеете в виду. Дивиденды будут, уже в восемнадцатом году будут, но небольшие, потому что они зависят, сколько мы успеем построить. Может быть, будут и большие, я не знаю, время покажет. Но больших дивидендов, вот, я считаю, что просто, ну, не будет особо больших дивидендов в восемнадцатом году, что только-только будет набирать процесс капитализации, будет набирать ход. И восемнадцатом не будет, но все возможно. Нет, вы понимаете, вот, Танат и все, кто задает вопросы. Когда человек задает вопрос, будут ли дивиденды, он видит сразу большую сумму. Я вам скажу так, что, например, я находился, я был владельцем акции компании, которая была учреждена в Эстонии в, одна из первых в Советском Союзе акционерного общества, да, вот, в конце восьмидесятых годов. И вначале мы получали небольшие дивиденды лет пять, а потом пошли такие дивиденды, что можно было на работу не ходить кое-кому. Некоторые люди поуходили на пенсию потом сразу, понимаете, на эти дивиденды. Это потому что удачно пошли проекты, вот, капитализировалось все то, что мы закладывали тогда в этот проект большой. И 90 человек, из них какой-то был период, я сейчас вспомню, что где-то, по-моему, 10 или 15 человек, они небольшие пакеты акций имели, они поуходили на пенсию на пять, на десять лет раньше, потому что стали получать такие дивиденды ежегодно, там, причем два раза в год, что акционерное общество имеет право даже четыре раза в год выплачивать дивиденды, но, скажем так, расчетные дивиденды по периодам. Прошел квартал, выплатили дивиденды, прошел квартал, выплатили дивиденды, прошел еще квартал, еще выплатили. Это все, ну, как бы, регулируемые вещи. Что дивиденды будут уже, кто говорил, кажется, Сагин, Мария, Сагин, значит, кажется, конечно, кажется, говорили. Я сам, значит, этого, правда, не говорил, но я сам Я сам говорил, что точно в 2017 году выйдем на IPO. Когда я ознакомился с тем и стал более компетентным в этом вопросе, я закрыл свой рот, потому что я не вижу такой возможности, если откровенно говорить, что можно будет так быстро выйти. Год занимает процесс выхода на IPO. Вот сегодня еще, скажем, только первые шаги делаются для того, чтобы начинать. То есть еще не подписан ни с одной компанией, которая выводит компетентная компания, потому что идут переговоры с крупным инвестором, с одним и с другим, которые являются сами крупными выводильщиками на мировую биржу акций компаний, мощных компаний. И они являются компетентными выводильщиками на IPO. Что тут самодеятельностью заниматься? И IPO это не является целью самой по себе. Нужно выйти вовремя на IPO. И вы знаете, я на одном из форумов рассказывал, что значит не вовремя вылезти на IPO, по-моему, в Питере. Как мы получили по загривку тем, что вылезли на лондонскую биржу в 2007 году с акциями одной компании. Поэтому здесь не надо спешить, друзья. Значит так, дивиденды могут так, дивиденды, IPO будут уже, а дивиденды так, будет зависеть от количества километров. Да, правильно, Елена, абсолютно. Абсолютно правильно. Вот радует, что люди уже понимают и квалифицированно отмечают. Будет ли IPO до, до, до. Нет, 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 не будет. 2017 год начнется. Понимаете, IPO же ведь, а что IPO-рить-то там? Вы понимаете, акции. Да, мы скажем, что сертификация есть, а теперь поставьте себя с другой стороны. Мы на этой стороне, которые, ну, да, предположим, я сижу и жду, когда выйдут акции на мировую биржу. А теперь с другой стороны сидит человек или смотрит, что на бирже происходит, смотрит, ага, ага, появились или появятся сейчас акции. Появились акции Skyway Invest Group или Skyway, там, извиняюсь, в данном случае, Евразия, например, Skyway Systems Holding. Так, что я первым делом делаю? Я первым делом смотрю, так, ага, какой баланс у этой компании? Так, ну, вроде нормально, она сама не занимается. Ага, GTI. У GTI сколько заказов? Так, я смотрю, столько-то миллиардов заказов. А сколько она выполняет? А, еще только на этот год? Ну, я пока подожду, пускай там, если кто хочет, пускай покупает. Кто-то, это знаете, как это, покупать такие акции в темную, а вдруг сработает? Это можно. А те, кто являются профессиональными покупальщиками, профессиональными инвесторами биржевыми или кто интересуется, они будут смотреть в первую очередь вот на такие вещи. Каковы доходы компании, какой оборот компании, вот, какие риски, посмотрят, значит, обзор, какие есть отзывы об этой технологии по уже построенным трассам. Так что этот процесс такой достаточно сложный. Вот. Даже IPO так, Александр, даже сейчас дивиденды Газпрома около 7 рублей. Ну да, какие они были, Газпромовские дивиденды. Правильно, правильно, Александр. Иметь крупный пакет, технология надежная и вовремя, знаете, вот не спешить пить чачу, прежде чем она в коньяк не превратилась. Ну, такое тоже опять образное сравнение. Если меня же дождует 50 миллионов, я буду радоваться, как ребенок. 50 долларов, Тонат, ну у вас хорошие тогда инвестиции. Давайте, давайте я вас кого-то не могу. Я уже хотел с вами поторговаться, Тонат. Так, Новикова Татьяна. По бизнес-плану прибыль ожидается размере... По какому бизнес-плану? Дайте мне знать. А, 505 миллионов долларов? А так она будет такая, согласен, да, да, она будет. Дело-то в том, что, знаете, от чего будет прибыль зависеть? Смотрите. Прибыль будет зависеть от капитализации. Она даже больше будет, Татьяна. Откуда? Объясню. В 2017 году будет сдан объект Эко-технопарк. Согласны со мной? Думаю, что согласны. Это естественно, это будет. Вот здесь сомнений нет. Значит, что значит сдача объекта? Пока идет строительство, сдается там не все. Как только сдали в эксплуатацию весь объект, делается его так называемая оценка. С одной стороны стоят расходы, которые были, то есть так называемая, ну, условно говоря, внутренняя себестоимость объекта. Подсчитают, ага, там, ну, 200 миллионов. Но теперь объект готов. Методом сравнения уже такой расчет делали. Аналогичный, скажем, полигон и презентационный центр стоит от 1 250 000 и выше. Теперь сравните, какова прибыль. Отнимите от 1 250 000, 200 000 и вы получите прибыль компании. Понятно, да? Хотя, в принципе, денег нигде нет. Где-то там есть какая-то сумма, но реально этого миллиона все равно нет. Но прибыль есть. Расчетная прибыль, я имею в виду. Так. Бурное обсуждение. 505, 50. Так, 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 так. Потерял. А по меморандуму и дивиденды с первой прибыли обещаны? Да, конечно. Естественно, получит каждый. Как первая прибыль будет, будут эти дивиденды. Реальная финансовая прибыль. С чего прибыль в 2 000? Ну, вот я объяснил, я думаю, Родион. В личном кабинете есть этот бизнес. Да-да, я знаю, я видел, я вспомнил. Есть такое. Поэтому я надеюсь, что я сейчас объяснил. Так, дорогие друзья, есть еще вопросы? Мы сегодня так с вами бурно побеседовали. Благодарю вас за активность. Это говорит о том, что мы находимся в потоке. Значит, если сейчас я смотрю, нет вопросов. Время наше подошло к концу. Ну, что хочется вам, дорогие друзья, пожелать. Мы еще в этом году встретимся. Есть интересная информация. Я не просто вас раззадориваю. Она будет очень интересной информацией. 29-го у нас следующая встреча, да, предновогодняя. Да, следующий тверг, 29-го числа, да. Вот. Я просто хочу вас на что настроить. Сегодня еще, да. Сегодня еще 22-ое число. Вот. Используйте все шансы, представляемые судьбой, дорогие друзья. Кто еще не воспользовался полностью в 200 вашей возможности в Skyway. Мы сейчас готовим очень хорошее приложение, которым можно будет пользоваться тем, всем нам, и в первую очередь тем, кто как бы принял решение и уже работает со своей структурой. Это выгодный бизнес. Все больше и больше людей это начинают понимать и это радует. То есть используйте все шансы. Судьба уже вам представила эту возможность. Она представила вам возможность приобретать, инвестировать и становиться акционером. Значит, используйте потенциал единомышленников. Единомышленников и советников. Советчиков. Одним из них я являюсь. Я являюсь вашим единомышленником? Являюсь. Мы все между собой являемся единомышленниками. И так и будем не как конкуренты к конкуренту относиться. Вот у нас в нашем чате целевые проекты, в других чатах иногда бывает так, что кто-то что-то задаст вопрос, потом люди боятся задавать вопросы, их начинают заклевывать. Не бойтесь. Я являюсь дураком лишь только или не знающим в тот момент, когда я задаю вопрос. После этого я знаю. Тот, кто не задал вопрос, да, кто-то отсиделся и на моем вопросе стал чуть-чуть более грамотным. Тоже вариант. Но я-то уже точно знаю. Понимаете? Поэтому не бойтесь задавать вопросы. Глупых вопросов не бывает. Бывают иногда некомпетентные ответы, к сожалению. Вот. И что я бы еще вам пожелаю, хотя еще не Новый год, но все равно тут у нас уже Европейское Рождество. Живите широко открытыми глазами, дорогие друзья. И держите. Хотя и год петуха, у него все время глаза открыты практически. Вот. И живите с открытыми глазами. Смотрите на мир. Радуйтесь. Будьте положительны и позитивны. Вот. И держите ушки на макушке. Прислушивайтесь. Но не к пустой брехне, которая бывает, вот, какие-то там сплетни и так далее. А задумывайтесь, будьте вдумчивы и наращивайте свою мудрость. Всего вам доброго. И рекомендую сегодня попланировать, свизуализируйте свое будущее, хотя бы на предстоящий год. Удачи, счастья, доброго здравия всем. До скорых встреч, дорогие друзья. Строй сковей, спасай планету. Строй сковей, спасай планету. Спасибо. Продолжение следует...